Александр, привет! После нашего эфира хотелось бы с тобой отдельно поговорить, тогда это у нас был как удаленный эксперт, мы тебя видели только на экране, теперь у меня есть возможность поговорить с тобой лично и в первую очередь хотелось бы более обстоятельно узнать твою точку зрения об особенностях рынка наложенных средств защиты СТП или биологических сетей в промышленных предприятиях, кому как нравится. Какие здесь ты видишь особенности и тенденции? Смотри, на самом деле по сути своей проекты по защите СТП это проекты по адаптации айтишных подходов к информационной безопасности на вот такой вот объект защиты, как автоматизированная система управления. Так что по сути основная масса средств защиты, в том числе наложенных, это как раз таки классические айтишные средства. Лишь некоторая их часть является по сути какими-то заточенными под именно промышленность, и тут в первую очередь стоит вспомнить те же средства обнаружения вторжений сетевые, которые ставятся в периметр, какие там может быть антивирусные средства и частично там сетевые экраны. Особенность в организации процесса защиты и как раз таки в особенностях самого процесса обеспечиваемого обеспечиваемого защиты. Да, но приглашенные участники, наши гости с стороны вендоров, они на самом деле очень много говорили о том, что какую огромную работу они делают в том, чтобы сделать из стандартных там антивирусов, сетевых экранов, сделать некие специально заточенные под именно промышленность, да, под системы со СТП, что это якобы там совершенно другие требования, и нужно балансировать, да, чтобы с одной стороны там не нагрузить, не положить там все инпоинты, а с другой стороны хотя бы там обеспечить какую-то защиту и видимость всего происходящего. Тут я скажу следующее. Все равно вот все продукты, которые заявляются как промышленные, ядро их в основном это обычные средства защиты для IT. Да, приоритизация в плане безопасности промышленных систем, то что там приоритетна как раз-таки доступность вместо конфиденциальности. Это накладывает свой отпечаток на функциональность средств, например, есть антивирусы, которые учитывают данный аспект и, например, меньше нагружают хосты, на которых они установлены. То есть это важные особенности, но все равно в сути своей наложенные средства являются айтишными. А вот по твоему опыту общения с заказчиками, что для них на данный момент что-то более важным является в плане параметров, что выбор, да, вот они, допустим, когда смотрят на те продукты, эти решения, которые есть для защиты ШТС-УТП, там, из специально заточенных, они там, что выбирают там по минимальной инвазивности, например, или там по тому, насколько эти продукты, что одобрены самими вендорами ШТС-УТП, там, или на какие-то другие, да, еще что-то аспекты. В целом, тут хотелось бы сказать сначала про одобрение самих вендоров. Изначально все производители, когда вот только началась вот эта движуха с безопасностью ШТС-УТП, они начали пытаться взаимодействовать с вендорами ШТС-УТП и как-то налаживать контакты, производить какую-то сертификацию внутреннюю, какие-то тестирования и так далее, но уперлись, грубо говоря, в стену. Потому что вендору ШТС-УТП это не очень выгодно, а для полной совместимости средств защиты и защищаемого ПО необходимо тестирование всех версий со всеми версиями ПО. То есть это огромная работа, которая, ну, непонятно, будет ли иметь смысл, если там это не установлена, конкретная связка в конкретном заказчике. Если смотреть на то, как воспринимают сами заказчики наложенные средства защиты, то тут, конечно, да, приоритет имеет неинвазивность. То есть никто пока из заказчиков не готов абсолютно на свой страх и риск ставить наложенные средства защиты. Они все равно спрашивают, каким образом это вот повлияет на нашу СТП. Если мы включаем дополнительный функционал, что он может нам положить на наших СТП и так далее. Поэтому неинвазивность, да, это главный аспект, но все-таки рынок становится более зрелым и больше внимания обращают как раз-таки на функциональность, которая заточена под промышленные системы сейчас. То есть это возможность контроля памяти промышленных контроллеров и так далее. То есть специализированные функции. А если что говорить вот про сертификацию средства защиты на уровне самих вендоров СТП, то здесь же тоже очень серьезные ограничения есть, да, по тому, что, допустим, вендор СТП может сказать, что у вас теряется гарантия, да, там, на нашу систему, если вы там поставите что-то не то. И выбор существенно сразу сводится или к нулю, или там становится прям совсем узким. Да, то есть такая ситуация есть. Возьмем абстрактно какого-нибудь вендора. У него есть, грубо говоря, там два антивируса, которые он может ставить на свои системы. И заказчик внезапно хочет поставить там другой антивирус, который может быть более функциональный, но он не сертифицирован и не тестирован как раз-таки с оборудованием вендора СТП. И тут, да, если система на гарантии, чаще всего эта гарантия слетает, потому что все-таки антивирус – это достаточно инвазивное средство защиты. Если его настроить неправильно, то, конечно, можно положить систему. И это большой ограничивающий фактор на данном этапе в плане внедрения средств защиты, потому что очень много в этом вопросе стейкхолдеров, и зачастую не со всеми есть договорные отношения, и непонятно, то есть как в финансовом плане решать такие задачи. Это очень сложно в организационном плане. У нас в ходе эфира между отдельными вендорами возникла такая напряженность как раз на тему функциональности наложенных средств защиты от их вендоров. То есть, по-моему, со стороны Space Technologies спикер придерживался версии, что мы должны придерживаться максимально неинвазивной позиции, то есть максимально наблюдать и, в общем-то, ни во что не вмешиваться. Идеология продукта, как я понял, именно такая. Со стороны лаборатории Касперского было это очень сильно выражено. То есть они говорят, что мы не боимся каких-то активных действий, в том числе и блокировки, угрозы, если это потребуется на уровне хостов, на внешних точек. С твоей точки зрения, вот эта активная позиция по блокировке, она насколько на практике востребована, да, и насколько заказчики готовы к тому, чтобы вот в своей чувствительной инфраструктуре использовать некие средства, которые могут что-то заблокировать, могут внести какие-то заменения, ну, хотя бы на таком уровне. Тут стоит, во-первых, вспомнить, что вся информационная безопасность – это процессы, процессы, которые организуются и выполняются людьми. А средства защиты – это всего лишь средства автоматизации этих процессов. Понятное дело, что если люди на производстве не знают, что у них там стоит в цеху, какие компьютеры, то какие-то меры по активному вмешательству в оборудование, по активным мерам предотвращения атак, там не стоит ставить тому, что просто процессы недостаточно зрелые. С другой стороны, если у нас, например, крупный агломерат, который думал о защите ОСТП, там, больше пяти лет, подготовил всю свою инфраструктуру, всех людей обучил, все знают, все коллеги проинвентаризировали свое ОСТП, они понимают, что там будет в случае какой-то атаки, и они знают, что, например, можно заблокировать, чтобы атаку предотвратить. Ну, в таком случае активные, достаточно эффективные. Оправданно. Да-да-да. То есть, если брать, опять же, продукты Positive Technologies с Касперского, мне кажется, у них абсолютно разные философии. Если Positive Technologies больше строит такой классный, распределенный СИЭМ для промышленности, чтобы собирать там с огромного количества устройств, большой объем данных, их анализировать и где-то централизованно хранить и обрабатывать, то лаборатория Касперского, она строит более такую вот замкнутую экосистему на своих продуктах, которая позволяет как обнаружать атаки, так и их каким-то образом парировать. То есть, вот, даже у них есть, по-моему, интеграция с междевыми экранами Fortinet, когда Kicks for Networks видит какую-то атаку внутри сети, и он может передать данные для блокирования каких-то пакетов. Могут ли вот эти разные философии себя дополнять? И были ли такие случаи, когда на практике российские заказчики ставили несколько разных продуктов себе от разных вендоров, которые, может быть, на первый взгляд даже несколько друг друга дублируют? Тут эти философии, они, в принципе, основаны на определенных объектах защиты. То есть, на объектах, где реально колоссальное количество устройств, многие стоят там в каких-то необслуживаемых колодцах, участках, где-то в Сибири и так далее. Там более важен сбор вот этого detection ability, чтобы увидеть, что что-то не так и попробовать это как-то решить. Не вмешиваться превентивно, не ломать то, что уже работает. А когда все сосредоточено на каком-то небольшом пространстве, например, какая-нибудь установка на непотеперерабатывающем заводе, где это все контролируется, это все рядом, это все можно потрогать руками, то, мне кажется, больше философия лаборатории Касперского подходит. И опять же, есть компании в практике, которые ставят и то, и то, просто немножко для других нужд. Если говорить о импортозамещении, насколько вообще можно говорить об этом на нашем конкретном обсуждаемом рынке? Потому что на нашем эфире, что были все представители российских компаний, за исключением одной, что кроме ЦИСКа, и складывается впечатление, по крайней мере, что здесь в основном уже представлены российские вендоры. Плюс еще есть законодательство и регулятор, что вынуждает нас, по-моему, если не ошибаюсь, через три года объекты критической инфраструктуры, которые значимые должны будут перейти исключительно на российские средства защиты. Это возможно? Вот вторая часть моего вопроса. Там, по-моему, немного некорректно. Там должна быть пройдена сертификация по уровню доверия. Но это не обязывает быть отечественными средствами защиты. Например, сейчас уже Чекпоинт протестировал свой межсетевой экран и сертифицировал, насколько я знаю, по четвертому уровню доверия. Вот. Что насчет самого импортозамещения? В технологическом плане это, конечно же, плохо, потому что это ограничивает конкуренцию. Потому что СУТП – это очень сложный вопрос. Его защита, поддержание этой защиты, построение процессов – это такой марафон длиной, мне кажется, в десятки лет, потому что, в принципе, обновление, модернизация промышленных систем – это очень длительно. Вот. И вот в этом марафоне, мне кажется, импортозамещение – это выстрел в ногу на старте, потому что мы ограничиваем себя вот внутри наших вендоров, которые борются только друг с другом, которые не видят внешние рынки. Но, кстати, стоит заметить, что наши лидеры и Positive Technologies, и лаборатория Касперского, они на внешних рынках работают. Так что их можно, в принципе, считать такими хорошими. Международными компаниями. Да, международными компаниями с зрелыми продуктами. Да, но здесь еще, что я помню, что Михаил Кадр из компании Cisco делал очень интересный старик на этом эфире. Он сказал, что действия регулятора, да, и те требования к сертификации по уровню доверия, по сути дела, что внуждают западные компании или отказаться от этой затеи, да, и тем самым вообще как бы уйти с этого рынка, что, собственно, я думаю, очень многие сделают. Или же второй вариант – каким-то образом сертифицироваться, но тогда у тебя там отвалится очень значимая часть функциональности, в том числе там что-то работа с облачными сервисами, которые там есть, например, у той же самой Cisco. Здесь, конечно, очень серьезные встают ограничения, которые в том числе могут, как в том числе он, что выразился, и снизить защищенность, да, из самих объектов, критической инфраструктуры. Как вот ты можешь здесь прокомментировать эту позицию? Я здесь, пожалуй, соглашусь с тем, что многие международные игроки могут уйти с российского рынка вот в этом разрезе решений, но все равно никто не запрещает заказчикам делать эшелонированную защиту, когда есть, например, железка, которая защищает функционально, а вторая железка, за ней, собственно, она предназначена для прохождения сертификации. Ну, то есть, да, получится, что, как это часто, что бывает один продукт для бумажной безопасности, а другой для реальной. Кстати, по требованию вашего регулятора нет запрета на использование ну, вот, некого там, что иностранного оборудования, в принципе. Пока такого запрета нету, и мне кажется, его быть не может, потому что все же двинная доля автоматизации делается все-таки международными компаниями, колоссальными просто гигантами, которые работают на рынке, там, по 30 лет, и у нас нет ни одного настолько же зрелого игрока на рынке именно вот промышленной автоматизации. И в завершение хотелось бы, что твое мнение, что узнать по вопросу, может, изменения, так скажем, каналов поставки, да, вот этих средств защиты и конечному заказчику, что, в принципе, это одна из мировых тенденций, как я вижу, да, что сам вендор СУТП, что может стать этим самым каналом и продавать эту защиту как бы из первых рук, да, то есть он тебе продает и самооборудование, и сами системы там СУТП и продает вместе со всем этим еще и средства защиты, то есть и становится совершенно неважным, кто их на самом деле сделал, да, там, западная или российская компания или какая-то там еще, то есть он со своей стороны обеспечил и совместимость, и протестировал, и обо всем, что позаботился. Для российского рынка вот эта модель, она жизнеспособна, есть ли у нее какой-то потенциал, что рост, или все-таки все останется как есть сейчас? К сожалению или к счастью, я думаю, что все останется точно так же, как и есть, потому что на самом деле вендоры СУТП уже очень давно поставляют свои средства защиты, то есть имидж-сетевые экраны свои специализированные, и на борту у СУТПшек всегда стоят антивирусы, как ни крути, но проблема в том, что у вендоров СУТП нет задачи создания систем защиты, то есть эти средства защиты, они есть, но они толком не работают, потому что они не подкреплены процессами, которые должны быть разработаны в заказчике. И опять же, эти вот наложенные средства, которые поставляются вендоры в СУТП, они обычно коробочные. Прекрасно понятно, что коробочное средство, оно в любом случае не настолько эффективно, как какое-то интегрированное средство, которое в целом охватывает весь процесс обеспечения информационной безопасности, то есть никакой вендор СУТПшный никогда не внедрит там на заводе СЕМ, потому что это очень сложно, и это требует не только вот просто прийти, поставить коробку, включить провода, и все работает, это безумное количество интеграционных ресурсов, которые надо подключать. И ни у одного вендора СУТП нету в России большого количества специалистов по информационной безопасности, поэтому все равно вендоры СУТПшные всегда обращаются к интеграторам. Да, вот, кстати, про роль интеграторов в этом процессе внедрения средств защиты СУТП. Хотелось бы понять, в чем ты видишь вот такую ключевую роль, почему нельзя и заказчикам, или вернее, что можно, да, но я думаю, они, аж некоторые так и делают, что работать напрямую с теми же самыми вендорами, да, и не получать тот же самый сервис, там, и коробочные продукты из первых рук, да, и зачем вам нужно привлекать интеграторов, там, компаний, системы джет. Почему привлекают интеграторов до сих пор? Да. Потому что нет компетенций ни у вендоров СУТП, компетенций не хватает и у заказчиков, и даже вот интеграторы испытывают голод в плане хороших специалистов по безопасности СУТП, потому что таких людей целенаправленно никто не обучает пока что. люди приходят в ИБ СУТП либо непосредственно из ИБ, там, немножко пытаясь разбирать, что такое промышленные системы, либо, как я, из СУТП, люди, которые до этого работали там где-то в промышленности, и они пытаются понять, каким образом вот обеспечить информационную безопасность. также стоит отметить, что вендоры СУТП зачастую не всегда напрямую работают и с самими заказчиками, то есть у них есть интеграторы точно так же СУТПшные, и вырисовывается очень такая непростая цепочка поставок, когда у нас есть заказчик в центре, вокруг него вот толпится вендор СУТП, интегратор СУТП, интеграторы Б, вендор ИБ, еще зачастую у крупных заказчиков… Поставщики IT еще, да? Да, поставщики IT, собственные внутренние интеграторы, собственные аутсорсинговые компании для эксплуатации, и дело в том, что в проекте СУТП вот это все сплетается, и зачастую нет договорных прямых отношений там между участниками, и невозможно определить зону ответственности на проекте, это очень сложно вот именно в организационном плане. В технологическом плане сложности возникают все-таки реже, каких-то прям космических технологий, которые необходимо внедрить, сложности, они как раз-таки вот больше в организации. Ну и с течением времени это как-то, что стаканиваться все будет, да, то есть вот эта вот сложность договорных отношений, да, на проекте, она все-таки будет падать или нет, или такой тенденции что-то? Сложность все-таки будет падать, потому что сейчас уже заказчики понимают, что вот если у нас проект СУТП, то надо, наверное, в ТЗ написать, чтобы там согласовали, например, свой проект с каким-то интегратором внутренним, либо наоборот, они говорят, что там согласовать свое решение с вендором СУТП не требуется, и вот эти вот решения потихоньку забирает на себя заказчик. Соответственно, заказчики становятся более зрелыми, и они как раз-таки драйвят этот процесс, мы в этом очень стараемся им помогать, и в целом все идет к светлому будущему в этом плане. Хорошо, Александр, большое спасибо за содержательное интервью и успехов в твоей работе. Спасибо большое.